В Чувашии вал алкогольной продукции с поддельной акцизной маркой. Как освободить республику от нелегального алкоголя, обсуждали на совещании у председателя кабинета министров с членами Ассоциации алкогольного рынка. В 2014 году Министерством экономического развития были проверены 16 муниципалитетов, в том числе города Чебоксары и Новочебоксарск. Были выявлены факты использования так называемых зеркальных акцизных марок. Сейчас эти дела переданы в МВД, идет проверка. Рейды ОБЭПа и МВД будут носить систематический характер, подчеркнул Владимир Аврелькин. Нужен более оперативный обмен информацией о контрафактной продукции между ответственными подразделениями, считает Иван Моторин. Сколько раз пресекали случаи, когда выявлено и из республики не вывозят эту продукцию, не возвращают, соответственно, производителю. А быстренько где-то ее спихивали. И как раз вот обмен информацией по трагнозорам здесь очень полезный был. Мы несколько раз именно выявляли, когда вот так вот побыстрому кто-то спихнуть захотел. Потом увидели, она там в перекрестке стоит где-нибудь или еще что-то. И, соответственно, действия применялись. Сегодня, я так понимаю, именно нехватка обмена информацией, она чувствуется. Алкогольная продукция ненадлежащего качества в ходе проверок была обнаружена в магазинах республики. Вино и коньяки не соответствовали требованиям качества. Дела переданы в суд. Выявить оборот нелегальной водки бывает сложно, так как ее можно реализовать даже за день. Нужно прослеживать, куда дальше уходит брак. У нас в договорах со всеми участниками алкогольного рынка есть такая норма, что если забракованы продукции, то в месячный срок, в 30-дневный, они нам должны либо возвратные накладные предоставить, что они вернули тому, у кого приобрели это, либо акт уничтожения.